Привет, на связи Вебиум. Меня зовут Тася Фламель, и я преподаю химию уже 10-й год. За это время я помогла сотням ребят полюбить ее так же, как и я. А еще я знаю, как сделать так, чтобы каждый ученик понял химию и сдал ЕГЭ на максимальный балл. Ставь лайк, подписывайся на канал, а мы начинаем. В сегодняшнем ролике я хотела бы рассказать тебе про самые разные специальности в химии, которые ты можешь встретить за время обучения. А чтобы стать профи с самого начала, записывайся ко мне на курсы подготовки к ЕГЭ по химии в Вебиум. Там мы проходим интересные темы, которые тебе очень пригодятся. Жду тебя на вебинарах, а мы продолжаем. Начнем с самых очевидных направлений подготовки. Химик-исследователь или ученый. Специальность называется фундаментальная и прикладная химия, и если попытаться рассказать в двух словах, то это вообще про все разделы химии. Подразумевается, что выпускники этого направления будут оставаться в науке, поступать в аспирантуру, писать кандидатские и докторские диссертации. Если вас интересует возможность уехать за границу, то наука отличная возможность это сделать. Химиков из России обычно с удовольствием берут в различные лаборатории по всему миру. Для каждого направления я попыталась выделить плюсы и минусы, чтобы тебе было легче определиться и разобраться в этом направлении подготовки. Какие плюсы у химиков-исследователей? Ну, мне кажется, что эта специальность дает очень разнообразные знания и навыки почти во всех разделах химии. И ты можешь попробовать все, а затем определить, какое направление тебе нравится больше всего. Не обязательно оставаться в науке. Таких специалистов с удовольствием ждут и в частных лабораториях, и на производстве, и вообще где угодно. Что касается минусов, то для учебы и работы нужно хорошо разбираться не только в химии, но и в математике и физике, поэтому приготовься к тяжелой работе. Переходим к следующему направлению подготовки – медик. Большинство ребят, дающих химию, собираются поступать в медицинские вузы. Если честно, то я не рассматриваю это направление как химическое, так как химия здесь вспомогательный инструмент. Ну, возможно, за исключением фундаментальных медицинских факультетов МГУ или, например, НГУ. На первом курсе в медицинских университетах часто даются отрывочные куски из разных разделов химии. Никакой системности у студентов нет, часто путаница в голове. Затем начинается биохимия, но это уже совсем другая история. А вот фармацевты, наоборот, изучают химию более системно, но, как правило, сосредотачиваются на очень специфических разделах. Какие плюсы и минусы есть здесь? Плюсы. Врачи всегда и везде нужны, и мне кажется, вы сами знаете, какие здесь есть положительные моменты. Минусы. Если у вас не будет цели изучать химию самостоятельно, то, скорее всего, она обойдет вас стороной. Едем дальше. Химик-технолог. Почти на любом производстве – пищевом, фармацевтическом, парфюмерном – есть химик. Добыча и переработка полезных ископаемых также привлекают к работе химиков-технологов. Задача, как правило, продумать такой процесс, при котором производство нужного продукта происходит максимально эффективно и как можно с меньшими затратами. Химическая технология почти такая же разнообразная и огромная, как химия в целом, поэтому ты точно найдешь то направление, которое подойдет тебе. Плюсы. Вы можете изучать и моделировать реальные процессы, и результат вашей работы виден почти сразу. Минусы. Тут еще меньше химии и еще больше математики и физики, чем фундаментальной химии. Вы будете изучать особенности строения различных веществ и материалов, устройства приборов, технологические схемы и куча всего интересного. Я не уверена, что это минус, скорее особенность специальности, но вы точно должны о ней знать. Когда речь заходит о химии, то кроме трех направлений, которые я уже перечислила, в голову ничего не приходит. Но рано опускать руки и выбирать историю для сдачи ЕГЭ, потому что мы продолжаем двигаться по направлениям подготовки в области химии. Учитель химии. Последнее время профессия учителя стала менее популярна среди выпускников, но я верю, что среди вас есть будущие светилопедагогики. Как химику и преподавателю химии мне обидно за предмет. Его начинают изучать довольно поздно, а программа настолько насыщенная, что даже четырех лет не хватает, чтобы ее освоить. Какие плюсы подготовки здесь? Учителя, как и врачи, практически незаменимы, поэтому без любимой работы вы точно не останетесь. Из минусов. В педагогических университетах изучают не только химию, но и психологию, педагогику, поэтому если вы хотите углубиться именно в химические направления, то придется много заниматься самостоятельно. Слушать лекции и курсы по химическим дисциплинам, читать учебники и посвящать все свободное время саморазвитию. Биохимия, биотехнология, биоинженерия и все остальное с приставками био. Конечно, это очень разные направления, но объединяет их все одно – сочетание химии и биологии. Интересно, что почти все эти направления подготовки можно встретить как на химических, так и на биологических факультетах. Упор делается на химию или биологию, соответственно. Но сейчас стали появляться и отдельные факультеты. На этих факультетах вы изучите биологические процессы и объекты, научитесь использовать эти знания для разработки лекарственных препаратов, методов анализа, производства косметики и многого другого. Из плюсов. Если вы любите и химию, и биологию, но вообще не хотите в медицину, то это ваш шанс. Очень интересно, полезно и увлекательно. Минусы. Кажется, что это очень требовательная область. К знанию химии, физики, математики добавляется еще и биология. Приготовьтесь много работать и много учиться. Несложно догадаться, что для себя я выбрала преподавание. Но если бы я не была учителем, то я точно стала бы заниматься наукой. Наука — это бесконечный творческий процесс. Он очень завлекает. Но надо понимать, что великие и даже не очень великие открытия совершают далеко не все. Вы можете всю жизнь потратить на исследование, которое в конце концов заведет вас в тупик. Надеюсь, я смогла помочь тебе понять, какие химические специальности ты можешь встретить на своем пути. Каждая из них по-своему уникальна и интересна. А чтобы не пропустить подобные ролики, чаще заходи на мой канал. Буду очень ждать. До скорых встреч!